Ребята, всем привет! Ну, рассказываю по Кавдору. Кто уже забыл, да, Мурманская область, где азербайджанцы толпой избили молодых несовершеннолетних ребят. Одному сломали спину, там кожа потрескалась. Я много об этом говорил, и на меня уже и мэр там быканул Кавдорский, и статью на меня написали. Уже все было, но мы работаем по ситуации дальше. Но в чем суть? Вот недавно связались, там, и знали информацию. Все ребята русские, которые повзрослее, которые вступали за русских несовершеннолетних пацанов, которых побили азербайджанцы, практически все были мобилизированы. Азербайджанец ни один не был мобилизирован. Вопрос задали, спросили, почему? Нам ответили. У них большой перечень заболеваний, ну, непосредственно азербайджанцы кавдорские, так скажем. У них большой перечень заболеваний, ну, они настолько больны, что, ну, до передовой доехать даже не смогут. Прям вот в КАМАЗе тентованном и отъедут, видимо. Ну, а как бы стрелять, заливать перцовкой, палками резиновыми бить, железными арматурами бить несовершеннолетних, на это им здоровья хватает. Арбузы таскать, чтобы всех умолять, чтобы все было у них хорошо, и про них сказали хорошо, этого им хватает здоровья. Бизнес продолжать здоровья тоже хватает. Вот. А тех ребят всех забрали. Вот она классная справедливость. Причем парень, которому сломали спину, ему азербайджанцы дали 150 тысяч рублей, он молодой взял, радуется. Ну, неопытный, не понимает, что происходит. Мы продолжаем судиться, у нас будет суд, и продолжаем по этому вопросу работать, но, если честно, знаете, вот, когда видишь, насколько повязаны руки администрации городка и района, и диаспор, ну, просто хочется вот этих предателей, которые работают за бабло, у них одна цель, ни порядок, ни... О какой справедливости вообще можно говорить, там, слово, наверное, такого даже уже не знаю, забыли. Бабло. Все, баблишки. Баблишки и не качайте лодку. Пускай все будет тихо и спокойно. Только бы чего не произошло. У нас сами чинуши, у нас сам аппарат СМИ, аппарат пропаганды и так далее, они сами не понимают, что они взращивают сейчас в населении вот эти вот... Я не хочу этого говорить, но это так, революционное настроение. Ни в коем случае. Но они своими действиями, их, по сути, подпитывают. Люди продолжают видеть постоянную несправедливость. И нам рассказывают про русский мир. А русский мир в России есть? У меня вопрос. И люди на это смотрят. Раз смотрят, два смотрят, три смотрят, пять смотрят, а потом полыхнет. Не дай бог. Я тот человек, который будет стараться не допустить этого полыхания. Но люди же тоже все видят. Ну, конечно, ребят, мы сейчас прямо на тонком льду, если честно. Все по Ковдору просто бесят, сука. Они, оказывается, все больные, их забрать нельзя. И вот две семьи осталось. Наша семья, которую мы представляем, да, мы с вами собрали на большую команду юристов, все хорошо. И вот еще одна семья, они там своими силами тоже борются. Все остальные семьи, которые детей побили, они уже сдулись как бы. Ну, это их выбор, я их не обвиняю. Они сказали, мы не хотим здесь устраивать. Рамсы, мы вот денежку взяли и вот арбуз взяли. Ну, такие новости. Мы не сдаемся, мы продолжаем. Будем работать по Ковдору отдельно. Сейчас у нас по семье Красновых начинается новое судебное разбирательство. Держим, как говорится, все на контроле. Ситуацию под контролем держим. Будем дальше работать. Но, блин, все сложнее и сложнее, на самом деле. И сложнее именно благодаря аппарату, который, как только может, скрывает, закрывает, закрыть, съехать с темы не было. Да вы что? Да это не про вот это. Да что вы, что вы, что вы? Вот, блядь. Я говорю, у нас как будто, не как будто, а так и есть, мне кажется. Я не имею права утверждать, но я думаю, что это так и есть. У нас, знаете, вот такое ощущение, что в действии сейчас басня Крылова «Рак, щука и лебедь», которые вроде как одну повозку хотели тащить, и как тащат ее в разную сторону. Просто почему? Потому что хер его знает. У нас как будто сломанный телефон. Президент сказал одно, прям конкретно, словами. У нас начинает аппарат пропаганды переворачивать слова президента и какую-то повестку непонятную совать. Военные не связаны с чекистами. Чекисты не знают, что у военных, эти не знают, что у этих. А должны работать связки. Общественники вообще метаются вместо... Я постоянно ищу инфу, чтобы правильно сработать. С населением, но вообще уже про телевизор все понятно. И плюс вот эти вот очаги, которые быстрее глушить надо, быстрее, быстрее глушить надо. Ой, блядь, надеюсь, не полыхнет.